Новый медицинский объект в самом густонаселенном районе Барнаула. За день здесь готовы принимать 2000 человек. Наш компьютер на выбор единственный в Алтайском крае в поликлинике. За одно вращение производят 64 тончайших среза. На новой технике смогут обследовать пациентов и на онкологию, оценивать состояние клеток и новообразований. Часть оборудования еще в стадии подключения. Все технические работы обещают завершить в марте. Скажем про 70% тех услуг, которые мы будем оказывать в будущем, они работают сейчас в полноценном режиме. И всего лишь 30, которые мы запускаем, связаны с источниками, например, в плане радиации, которые необходимы более длительный процесс для лицензирования, для получения САН-ЭПИЗ-заключения. То есть в этих есть особенности. Где-то необходимо дополнительно закупить расходные материалы, которые тоже в плане 44-го есть сроки. Один такой аппарат у вас на поликлинику? Десять. Поликлиника будет обслуживать жителей индустриального региона Барнаула. Сегодня в нем проживает порядка 200 тысяч человек. Объект построен, и сегодня мы его с большим удовольствием официально запускаем. Первые пациенты уже здесь появились, а жителей, которые сюда должны были быть приписаны, за время строительства увеличилось уже на 20%. Новая поликлиника привлекательна не только для пациентов, но и сотрудников. Сюда стремятся попасть на работу специалисты даже из частных медцентров. В обновленном медучреждении в ближайшее время планируют трудоустроить еще 60 человек. Стойка ЭВИС-3, 190+, она единственная в край. Это аппарат колоноскоп непосредственно. Функция у него многообразная, то есть идет увеличительная. Здесь идет фиксация, то есть переходим на НДА, он по поиск. То есть онкологические прядочки будут очень хорошо видны. Результаты модернизации поликлиники представили на международной выставке «Россия». Министр здравоохранения страны Михаил Мурашко отметил, что в Алтайском крае в лучшую сторону стал меняться сам подход к медобслуживанию. Дарья Ярошина, День с толком.